По указанию главы администрации Чебоксара Алексея Ладокова, специалисты Роспотребнадзора, врачи, чиновники и полицейские проводят поквартирный обход недавно вернувшихся из-за границы граждан. Десять таких мобильных бригад за два дня должны обойти более 620 адресов в столице. Каждому он находящемуся на домашнем режиме вручает постановление о соблюдении карантина. Девять утра. Площадка перед входом в столичную администрацию. Специалисты различных ведомств получают новые вводные и проходят инструктаж. Сейчас у нас по городу осталось 637 непроверенных граждан, то есть жителей города Чебоксары. Поэтому сегодня мы максимально до 18 часов должны их обойти. После вручения списков с адресами вернувшихся из-за границы, специалисты делятся на группы и разъезжаются по точкам. Наша съемочная группа вместе с проверяющими направилась в Калининский район города. Улица Ярмарочная. В этих домах, судя по бумагам, живет большое количество людей, которые должны соблюдать карантин. Прежде чем войти в подъезд проверяющие, надели защитные маски и медицинские перчатки. В принципе, вынужденную самоизоляцию люди воспринимают адекватно и не отказываются от получения специального постановления. Как связи сходите? Хорошо. Отлично. Хотел бы отметить, когда вас полу возьмут. Должен на 10-й день брать сейчас. 15-й день. Ну, завтра будет. Завтра. Вот завтра ждите. Ваш выпусковый район должен подойти. Соблюдать режим карантина людям, прибывшим из других регионов или из-за рубежа, придется 14 дней. Причем им нельзя контактировать с членами семьи и с другими лицами, если они не ездили в совместное путешествие. Таковы требования. Одна группа проверяющих за день должна обойти 60 адресов. Причем застать в домах тех, кто не должен их покидать в принципе, получалось далеко не всегда. Хорошо, говорят проверяющие, если из 10 квартир двери откроют хотя бы в половине. Так что ни о какой ответственной гражданской позиции со стороны тех, кто находится на самоизоляции, пока говорить не приходится. По квартирный обход мобильные бригады будут проводить до конца недели. За три дня проверяющие уже обошли 681 квартиру. Всего же в Чебоксарах, по официальным данным, на домашнем карантине находятся полторы тысячи человек. Если за нарушение правил самоизоляции гражданам еще вчера грозила административная ответственность, то уже сегодня Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Если инфицированный нарушил правила самоизоляции и по неосторожности массово заразил людей, ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо же лишение свободы на срок до 3 лет. А если нарушение, например, привело к смерти человека, то размер штрафа до 2 миллионов рублей или он лишается свободы до 5 лет. В случае же гибели двух или более лиц по вине инфицированного, его ждет еще более жесткое наказание – лишение свободы до 7 лет. Леонид Петров, Владимир Синдеев, Вести Чуваша.